Всем привет! Вы смотрите Мировую Лигу, меня зовут Юлия Алексеенко. Хоккеист Вячеслав Войнов, который недавно попал в опалу в НХЛ, заявил о своем намерении вернуться в Россию. Теперь в клубах готовы предложить ему контракты, а в КХЛ готовы даже вывести Войнова из-под потолка зарплат. Загадка лишь в том, где теперь будет готов играть Слава. В Sky игроку придется сработаться с Андреем Назаровым и не дай бог ему попасть в опалу к Назарову. В ЦСКА полно претендентов на позицию Войнова, а именно амплуа праворукого защитника. Трактор, возможно, тоже будет готов взять Славу, но вот вопрос, смогут ли в Челябинске потянуть дорогой контракт хоккеиста. Все как в русском фольклоре. Налево пойдешь, много времени на скамейки проведешь, направо пойдешь, дешевый контракт возьмешь, прямо пойдешь, от Назарова огребешь. Добро пожаловать домой, Слава Войнов! В КХЛ сомнились в точности данных о количестве болельщиков на одном из матчей «Спартака». Лига обвинила представителей клуба в том, что они немного, ну как бы это сказать, помягче наворачивают. По данным красно-белых на трибунах МСА во время одного из последних матчей пришло 8 тысяч зрителей, что составляет 90% от загруженности арены. Ну, сомнения, надо сказать, резонные. Даже на матчах «Динамо» после двух чемпионств не всегда собиралось столько народу. В клубе сказали, что небольшие погрешности при подсчете были возможны, так как наполненность трибун вычисляли в середине второго периода. Ну, я могу себе представить, что бы они насчитали в третьем периоде или не приведи, господи, в овертайме. Лично меня не покидает ощущение, что кто-то врет. И мне кажется, я даже знаю, кто эти кто-то. Ну, хватит о грустном. Покликаем в социальные сети наших хоккейных кумиров. Главный тренер сборной России Олег Знарок был замечен с дочерями Алисой и Валерией в Париже. Да, невероятно, но это его дочки. И вот как они отдыхают без папы. Это Валерия. Все еще Валерия, ее, кажется, много не будет. А это младшенькая Алиса. Алиса, между прочим, известная в Латвии модель. Саша Радулов публикует фото с беременной супругой Дарьей. Судя по статусу Андарьи, малыш внутри матери уже болеет за ЦСКА. Жена одноклубника Радулова Романа, любимого Екатерина, судя по публикации Ромы в Инстаграме, тоже ждет ребенка. Первая россиянка в женском НХЛ, вроде бы без живота, была отмечена на фото хоккейного менеджера Романа Рутенберга. Кого ждет она и кого ждут от нее, остается загадкой. А нападающий авангарда Владимир Саботко со своей девушкой пока фотографируется только с собачкой. Но ничего, Радулов с любимым тоже с этого начинали. Нападающий трактор Алеша Кручинин опубликовал фото без женщины, просто с кошкой. А Коля Жердев с недавно потерянным и найденным Биглем Максом. Дело в том, что Макс снова потерялся. На этот раз пса не украли, он убежал. В общем, если вы где-то увидите собаку, похожую на пропавшего Макса, ну или на Колю Жердева, ибо собаки всегда похожи на своих хозяев, сообщите, пожалуйста, хозяину, ну или хотя бы нам. Национальная хоккейная лига. Защитник Монреаля Пикей Субан пожертвовал детской больнице одноименного города сумму, превышающую его годовую зарплату – 10 миллионов долларов. Игрок Далласа Сегин Тайлер поучаствовал в интересной промо-акции. Он сфотографировался в селфи-стиле со всеми желающими болельщиками. И вот, что из этого получилось. А вот кадры из тренировки Стивена Стэмкоса. На первый взгляд, ничего особенного. Парень лупит по мишеням в воротах, но ему удается закрыть четыре мишени четырьмя бросками. Между прочим, у нас в КХЛ на матче всех звезд тоже есть конкурс на это упражнение. Только наши парни либо попадают по целям через раз. Либо с одного удара разносят мишень в пух и прах. На этом у меня все. Не косячьте. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова